Всемирный поток Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Которые обычно задаются на тестах в духовных школах, в школах воскресных. Пожалуйста, посмотрите. Отвечать большой ответ не нужен. Ответьте просто несколькими словами. Попробуйте это кратко. Я пойму, если вы знаете суть вопроса, вы, естественно, старайтесь кратко отвечать. Итак, сегодняшняя тема нашего урока, опять-таки повторюсь, это тема Всемирного потока. Что касается вопросов, на которые отвечала я по окончании прошлого вебинара, и там остался у меня вопрос, который я не сразу увидела, я на него отвечу в конце нашего занятия сегодняшнего, и плюс еще там несколько вопросов, которые появились дополнительно. Итак, тема урока Всемирный поток. Всемирный поток. Я приготовила презентацию. Давайте сейчас мы с вами ее рассмотрим. Нам необходимо с вами выяснить, прежде всего, какая же основная причина была этого потопа. Почему Господь так поступил с людьми, и был ли это такой вот, как бы сказать, шаг, который нельзя было ничем заменить. Мы с вами на прошлом занятии говорили о допотопном человечестве, о его нравственных таких вот началах, о духовности, о носительстве истинной веры, верили ли люди Господа, какая-то вера была, и к чему пришли люди, вот к тому времени, когда Господь явился Ною праведному и попросил Его, чтобы Он построил ковчег. Значит, мы с вами остановились в прошлый раз на том, что люди, вот первые люди, они жили очень долго, и Господь даровал первым людям большой срок жизни. Почему? Потому что Ему необходимо это было для того, чтобы они могли передать поколениям свои знания о Господе. знания, которые были очень важны для будущего поколения, и этот был у них опыт личного общения. Вот это был такой важный опыт для человека и для поколений, которые уже потом Господа не видели. Но знания передавались, и поэтому Господь даровал первым людям долгий срок жизни. Ну, как пример, первый человек, например, Адам, он жил 930 лет. Сын его Сиф, это тот сын, третий, который был родоначальником праведников, сифитов. Вот он жил 912 лет. Сын Сифа, Енас, он жил 905 лет. Представители последующих поколений, Каинан, он жил 910 лет. Мели-Ли-Ил, жил 895 лет. Иорет, он жил 962 года. Енах, 365 лет. Мафусаил, 969 лет. Ламих, 777 лет. Ной, о котором у нас пойдет сегодня речь, жил 950 лет. То есть Господь даровал людям вот такие сроки жизни. И еще, не только потому, что они имели общение с Господом, но они, прежде всего, были носителями истинной веры. Той веры, которую Господь наслаждал в сердца первых людей, Адама и Евы. И которая должна была преобразить человека, соединить те разделения, которые были Господом устроены так в начале творения человека. То есть истинная вера — это основа, константа, самое главное направление жизни человека, созданного Творцом. Поэтому годы жизни имели большое значение. Значение и важное такое вот играли, важное направление в нравственном устроении человека. Но мы говорим здесь о человеке-праведнике, человеке-верующем. Тот человек, который веровал Господа, и вера его, естественно, она совершенствовалась, она укоренялась в его сердце. Сердце наполнялось Божьей благодатью. И сам человек, как сосуд, как мы говорили, он становился вместилищем Святого Духа. И человеку легко было идти по жизни и исполнять волю Божию, потому что его воля была соединена с волей Создателя. Поэтому они могли общаться напрямую с Господом. Но, как мы с вами на прошлом занятии сказали, что помимо сефитов были еще каиниты. И их жизнь, каинитов, грешников, материалистов, она также была долгосрочной. Но эти сроки жизни приносили только то, что зло укоренялось. И укоренялось в целых родах. И вот получается так, что появились два рода, рода праведников и рода грешников. Каиниты и сефиты. Два рода. Что получилось после того, когда эти два рода смешались? Но прежде всего появились люди, которых называли, их называют, их пишут в Священном Писании и в книге Ветхозаветной истории, их называют исполинами. Те люди, которые укоренились во зле, и они были очень сильными людьми, сами по себе, по своей конституции, надеялись только на свои руки. И вот то беззаконие, которое осуждаем мы с вами сейчас, было нормой поведения. Зло, пороки, жажда наживы, притеснение слабого, то есть неправда. Все эти такие неприятные моменты, которые помогали человеку укорениться здесь в материальном мире с помощью зла, с помощью боли, которую они приносили людям, тем слабым, которые были с ними. Исполины укоренялись во зле, и размножаясь, вот это вот зло, злость, она передавалась дальше. И поэтому, уместно сказать, что в то время зло, оно стало распространяться, распространяться по всей земле. И это зло уже стало не злом, как бы, человека порочного, а уже разращение было, разращение человеческой личности вообще. Вот такая тенденция, конечно, она не нравилась Господу. Который узрел на человека, и слова, которые написал ботописатель Моисеев по поводу отношения Господа к человеку, звучат так. Это описано в Священном Писании Ветхого Завета. «Раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел сердце своем, и сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человеков до скотов, от гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Вот такое было раскаяние Господа о том, что Он создал такого человека, который неблагодарный, который совершенно не слушает его наставлений. И самое главное, самое страшное для Господа было, это, конечно, то, что человек терял истинную веру. Истинная вера, когда человек теряет веру истинную, то зло, оно окутывает его. Там, где нет света, везде тьма, поэтому, видя такое состояние человека, человеческой нравственности, человеческой вот такой религиозно-духовного такого упадка, Господь, конечно, рассказывается о том, что Он сотворил, но нашел Он все-таки праведника одного, слава Богу. Это был праведный Ной, которого Он нашел среди грешников. Ной и его все семейство, они были носителем истинной веры. И несмотря на то, что вокруг были грешники, вокруг была зло, порочность, вот такая вот жажда наживы, Он все-таки обрел благодать перед очами Господа. И Он, и все Его семейство, три сына у Него было, семь хам и эфет, которые ходили перед Господом, и все они обрели благодать перед Богом. И были сосудами Божьими, вот что важно сказать, что именно они были сосудами Божьими, которых не могло сломить то зло, которое находилось рядом с ними. И вот Господь после Своего раскаяния, Он также высказал такие слова в отношении человека, которые также написаны в книге Священного Писания, в книге Бытие пророка Моисея. Вот такие слова. «Всякая плоть извратила свой путь на земле». В связи с этим были сказаны слова Господа Ною. Он сказал, что «Конец всякой плоти пришел пред лице Мое. Я истреблю их от лица земли. Сделай себе ковчег. Я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Но с тобою я поставлю завет Мой. И войдешь ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою». То есть Господь благословил Ноя строить ковчег и сказал ему о том, что он станет родоначальником нового человечества. То есть с ним будет заключен завет или новый договор. Первый договор был заключен с Адамом и Евой. Помните, когда Господь сказал им плотитесь и размножайтесь. И второй завет уже будет заключен с Моисеем и его семейством уже после окончания потопа. Но об этом мы поговорим сейчас. То есть Господь уже призывает Ноя стать родоначальником нового человечества. Значит, строительство ковчега было рассчитано на 120 лет. И это время, 120 лет, которое дал Господь человеку на покаяние. Он дал Ною благословение на строительство ковчега. Он дал ему точные параметры, как нужно построить. То есть он ему сказал, что необходимо строить ковчег из дерева гафер. И чтобы он был обязательно осмолен и внутри, и снаружи смолой. Длина ковчега должна быть 300 локтей. Ширина его должна быть 50 локтей. Высота его должна быть 300 локтей. Наверху было сделано такое длинное отверстие по всему ковчегу в локоть шириной. Для того, чтобы, когда они будут уже в потопе в этом, был доступ к свету, воздуху. А сбоку была дверь. Этот ковчег должен был состоять из трех ярусов. Там должно быть очень много отделений, которые предназначались для животных и скота, то есть и те животные, которые по повелению Божию Ной взял с собой в ковчег. И для того, чтобы там могли они хранить свой корм, корм для этих животных. Вот такое было строительство. Все эти годы строительства ковчега Ной постоянно ходил и проповедовал людям о Господе, о том, что им необходимо покаяться, о покаянии. Он постоянно призывал людей к покаянию. Он говорил всем о том, что, возможно, будет потоп. Может быть, потоп, если не покаетесь. Но люди совершенно не слушали его, потому что зло было укоренено в их сердцах. И они ели, пили, женились, выходили замуж. Вот делали то, о чем говорится сейчас, что так же будет и перед страшным судом, когда будут все есть, пить, выходить замуж. Все так же будет, и внезапно наступит вот этот конец света. Так же было и тогда. И если вот некоторые святые сравнивают те моменты, когда сейчас у нас все люди, не все, ну, сколько сказать можно, наверное, на 80% сказать, что люди курящие, курят. И девушки, и мужчины, и мальчики, и детки бывают. Дети курят. И вот это вот курение. А святые говорят, что последние времена, вот когда земля сгорит. А во время перед потопом была такая мода, когда все на шее носились маленькие такие флакончики, которые наполнены были водой. Вот такие как бы знаки, знамения, которые можно было увидеть среди людей о последних временах. Но для людей времен Ноя, для многих тоже наступил конец. Потому что были истреблены все с лица земли, потому что потоп называется всемирный, были все истреблены. То есть для них наступил конец. Вот сейчас у нас вот это время, когда земля сгорит, но Господь также ждет покаяния от нас. Поэтому призывает нас, Церковь Святая Соборная, к покаянию, к тому, чтобы мы все-таки могли исправиться и пойти туда, в то место, которое уготовил нам Господь. Царствие Небесное — это наше пристанище, наш дом, то, куда нам необходимо всем прийти. И то место, которое уготовил нам Господь, нас Он там ждет. Во время строительства Ковчега то же самое иной говорил, проповедовал, призывал людей к покаянию, но покаяние, конечно, не наступило. И поэтому вот был сам потоп. Так как Господь все-таки не дождался покаяния, и он повелел Ною войти в Ковчег со всем своим семейством. Это было, я повторюсь, три сына было, Симхам и Афет, три жены, его супруга была, и животные, которые Господь взял, и чистых, и нечистых по паре каждого вида. И произошло то, что было, в общем-то, обетовано, обещание было Бога, что будет потоп. И вот разверзлись все источники Великой Бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей. Вот был такой потоп, который уничтожил всех людей, и все живое, то, что было на земле. Животные, которые были сотворены в один день с людьми, они также, в общем-то, были причастны к участи людей, которая не миновала их, поэтому были уничтожены, кроме тоже избранных животных, те, которые по повелению Божьей, но взял с собой в Ковчег. Потоп длился, как и обещал Господь, сорок дней и сорок ночей, но потом Господь, как написано в Священном Писании, вспомнил Бог о Ное и всех бывших с Ним. Ковчеги навел Бог ветер на землю, и воды остановились. Потоп закончился. Люди вышли на берег. Перед тем, как выйти на берег, посылали птиц, голубя сначала, который полетел, прилетел с веточкой оливковой, и сел опять на край. Вернее, ворона сначала, ворона выпускали, потом голубя выпускали, который уже потом не прилетел, и люди так решили, что уже наступила, вода сошла, и можно было остановиться. И когда они вышли, люди из Ковчега, конечно, они возрадовались, возблагодарили Господа, и была жертва, жертвенник был собран для того, чтобы Господа благословить, поблагодарить его за то, что он оставил живых, вот Ное и его семейство. И вот Господь явился, и он, конечно, заключает вот тот договор, о котором мы говорили с вами, с Адамом, с Ноем, и с его семейством, и повторяет те слова, которые были сказаны первым людям, когда он их поселил в райском саду. Господь сказал, благословил Господь Ноя, и сынов его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею. Вот такие слова были даны Ною и его потомкам. Что необходимо еще отметить, что вот момент жертвоприношения Ноя, он еще отметил тем, что Господь благословил людям вкушать пищу, мясо животных. Господь разрешил мясо животных вкушать кроме крови. Кровь, на кровь, на вкушение крови был запрет. Запрет дан, потому что Господь сказал, ибо в крови душа. Вот такой был запрет. Поэтому, вот касается, это вот первых людей, и тогда я имею в виду Ноя. И то, что Господь в этот момент также сказал, что человек не должен проливать кровь другого человека. То есть был дан такой запрет убивать людей, и предупреждение такое было, сказано, что кто прольет кровь в человека, того кровь прольется рукой у человека. То есть запрет убивать людей, это грех большой, это то, что соответствует как раз таки заповеди шестой, закон об ужине уби, который был усовершенствован Господом, когда Он пришел, воплотившись на земле. Этот закон был усовершенствован, и вот как бы тот завет, который был дан в ветхозаветные времена, Он повторился и в Новом Завете, и выразился в заповеди «Божий не убей». Поэтому мы с вами должны понимать, что убийство человека — это большой грех, убивать людей нельзя. И то, как Господь сказал, что кровь убитого человека, вопиет, она кричит к Господу от отмщения. И поэтому, если кто-то убивает кого-то, конечно, это большой грех, и кровь кричит, Господь знает обо всем, особенно то, что касается в наше время, время и войн, и время, когда мать убивает своего дитя в жарчеве. Тоже грех, когда кровь убитого ребеночка, она кричит к Господу, и, конечно, это грех, в котором необходимо каяться. Если кто-то совершал грехи, аборты, где-то убийства, конечно, в этом грехе надо обязательно каяться, как можно быстрее, потому что Господь ждет нашего покаяния. Мы с вами не знаем, когда будет конец, когда мы с вами умрем. Господь нас призывает к этому, Он говорит нам о том, чтобы мы с вами покаялись, ибо не знаем, когда придет смерть, когда наступит последний день. Но Господь говорит, что в чем застану, в том и возьму. Поэтому Он дает нам каждому время на покаяние. Поэтому мы должны не забывать об этом, что время нашей жизни это время, когда мы должны все-таки принести Господу чистосердечные свои раскаяния в тех грехах, которые мы совершили, от которых страдает наша душа, прежде всего, не только наша душа, и душа наших ближних, наших деток, если мы грешники, решили, необходимо покаяться. Самый страшный грех для Бога, это Бог и грех нераскаянный. Не нужно ни в коем случае падать духом. Тоже такой момент, когда Сатана толкает человека на грех, а потом внушает ему такое чувство собственного достоинства, от которого человек может пойти, впасть в уныние. Уныние, которое может привести человека вообще даже к самоубийству. Это такая уловка сатанинская, с которой нам необходимо не соглашаться с этим, понимать, что Господь ждёт покаяния, и что мы, если мы упали, мы должны встать и идти и каяться Господу. Но это касается не только греха, это убийство, это касается всех грехов, которые мы с вами совершаем. Потому что уже грехопадение, о котором мы говорили, оно внесло такие вот коррективы, такие изменения в естестве человека, который теперь не может не грешить. Вот такое удобопреклонение ко греху. Удобопреклонение ко греху, которое не даёт человеку в общем-то быть в состоянии вот такого постоянного блаженства, постоянно должна быть борьба. И время наше здесь на Земле это время борьбы, борьбы духовной, потому что борьба, она перешла в наши сердца, и вот эта внутренняя борьба, в которой поле, полем для которого является сердца человеческий, она продолжается в человеке постоянно, и будет продолжаться духовная брань, вот так она будет продолжаться до конца нашей жизни. Нам нужно быть готовыми к этой борьбе, постоянно быть в общем-то с доспехами, постоянно должны быть вооружёнными, вооружёнными молитвой, крестом, ну те доспехи, которые дал нам с вами Господь. Это нам важно с вами понимать и знать, что без доспехов Божьих мы с вами не будем воинами. Поэтому важно понимать нам и знать, что наша задача с вами здесь на Земле вести вот такую борьбу и терпеть те искушения, с которыми приходится нам сталкиваться, потому что Господь нам всем сказал, что претерпевый до конца спасётся. И ещё, как святые отцы Церкви говорят, что если искушения нападают на нас, мы боримы духом времени, то мы, значит, являемся достоянием Божиим. Если человек живёт спокойно, тихомирно, то это уже вот он достояние дьявола. Поэтому люди, которые праведные, люди, которые стремятся к Господу, как правило, они должны отдать своё сердце и быть готовы к тому, что они будут искушаемы, потому что Господь, который был на Земле, мы с вами наверняка помним, сколько было искушений, которые Он принёс здесь на Земле, и Его гнали, и Он сказал, что Я не от мира сего, поэтому мир не принимает Меня. И нам всем даёт такой совет, что если вы решили идти за Мною, возьмите свой крест, идите, не сомневайтесь, и если Я был ганим, то и вы будете ганимы. Но не волнуйтесь, ибо Я победил мир. Господь нам даёт такое утешение, и самое главное, что мы должны понимать с вами, что время нашей жизни, это время короткое, время такого приходящего пути, мгновение одно пройдёт, и мы с вами окажемся со Христом, с нашими близкими, которых мы с вами похоронили, за которых мы молимся с вами, и все будем вечности в Царстве Небесном, со Христом, будем соединены Его любовью вокруг Него, и вот Церковь земная, которая нас провожает туда, в эту Церковь Небесную, она сейчас находится, конечно, в состоянии такой борьбы. Наша Церковь земная — это Церковь воинствующая. А Церковь, которая на небе, это Церковь Славы, Церковь Торжествующая. Там Торжество Славы. Нам всем необходимо стремиться туда, необходимо всё для этого делать, потому что смысл нашей жизни — именно спасение души своей, души людей, за которых мы ответственны с вами, за наших деток, за наших крёстных деток, за наших близких людей. Поэтому всё, что зависит от нас, мы должны делать по-христиански, с любовью, без ропота. Это очень важно нам с вами, потому что мы с вами должны уподобиться той любви, которую даровал Господь всем людям, когда был здесь на земле. Он пришёл на землю, Он показал нам такой яркий пример любви, любви жертвенной, любви всепоглощающей, той любви, которая покрывает все недостатки человеческие. Господь любовь, Он любит нас, Он не забывает нас, Он и сейчас с нами всегда, Он не оставляет нас. И врата церкви до конца мира будут, и ад не одолеет её. То есть Господь с нами всегда, нам необходимо об этом помнить, всегда и забывать, и ни в коем случае не думать, что мы с вами можем быть одинокими. Мы с вами не одинокими, Господь с нами всегда. Нам необходимо это почувствовать сердцем, и если мы живём с вами уже сейчас здесь на земле по закону Божию, по Его святой воле, то Царствие Небесное, оно приходит к нам уже в нашу душу, в наше сердце, и мы здесь на земле ощущаем вот это вот Царствие Небесное. Это то состояние блаженства, то состояние, когда Христос рядом. А что человеку ещё нужно? Господь рядом. Мы можем приступить к Нему в Таинстве Евхаристии, причаститься к крови тела Христова и принять самого Господа Его плод, Его кровь в себя. Это для нас такое величайшее утешение здесь на земле уже. То есть мы здесь на земле уже вкушаем пищу будущего века. Представите, какую благодать нам даёт Господь. Стоит только нам душу свою открыть и сердце своё открыть для Господа, очистить сердце от всего того, что мешает нам стать насильниками Царствия Небесного. А сейчас, пока мы живы с вами, мы должны делать всё необходимое для того, чтобы созидалась Церковь Христова, чтобы мы с вами могли пройти путём, проплыть в ковчеге спасения, который, вот тот ковчег, который построил праведный, но это был ковчег, который преобразовал церковь, которую мы сейчас с вами имеем, как ковчег спасительный, и кто пребывает в этой церкви, тот спасается. Так мы тоже можем в церкви нашей земной, в которой мы проплыть, до Царствия Небесного, с Господом, со святыми, которые молятся с ангелом, нашим хранителем, который Господь даёт каждому человеку по крещению. То есть мы с вами находимся в Церкви Христовой, мы с вами люди воцерковлённые, я надеюсь, что вы все, поэтому необходимо нам об этом помнить. И очень важный такой момент, что мы должны об этом говорить нашим деткам. Детки должны быть в Храме Божьем, должны участвовать в таинствах церковных. Души детские открыты для восприятия благодати Божией. Они воспринимают, и вот то, что мы дадим им в детстве, оно никогда не останется бесследно. Всегда оно даст плоды свои. Даже если ребёночек оступится как-то, какую-то ошибку сделает, всё равно вот эта благодать Божия, заложенная с детства, она вернёт его обратно, вернёт его в настоящее состояние человеческого «я», в состояние человека, который пришёл на землю не для того, чтобы праздновать, а для того, чтобы спасти свою драгоценную душу. Он придёт к этому. Он выйдет на эту дорожку и пойдёт перед Господу, потому что у него есть впереди свет, у него есть ориентир. И мы родители, вот как родители, кто крёстный родитель, очень важно нам об этом помнить. И преподавателям школ воскресных необходимо деток направлять вот именно на вот такой вот путь, путь к Господу. Мы должны объяснять детям, что путь, по которому мы идём, это путь ко Христу. А цель нашей жизни — это цель, это спасение нашей души. Нужно об этом говорить в детстве. Мы должны детям заложить вот ту основу знаний о том, что смысл нашей жизни прежде всего заключается в спасении нашей души. Потому что взрослые детки, вот кому уже 18-19 лет, светские люди, которые не посещали никогда храм, у них вопрос смысла жизни возникает очень часто. Они думают, для чего мы живём, в чём же смысл жизни. И человек, верующий, таких вопросов не задаёт. Вот мы с вами должны знать, что смысл нашей жизни — это, конечно, спасение. Поэтому мы должны это объяснять детям. Это задача православных родителей, православных педагогов. И вот это вот важное, что мы должны детям говорить. Значит, что касается... Вот сути потопа, что произошло после этого. Самое главное — произошло то, что после потопа религия была, обновлена новым союзом, который Бог заключил с Ноем. Вот это вот был самый главный момент, который мы должны с вами понимать и знать, что вот в этом суть потопа и то, что в силу этого союза Господь обещал Ною, что уже не будет более истремлена всякая плоть водами потопа. И не будет уже, конечно, потопа на истремлении земли. Такого потопа уже не будет. И дал нам знамение. Знамением этого завета была избрана Господом радуга. Радуга как физическое явление. Она была и до потопа. Но вот теперь, после потопа, она стала символом завета. Символом завета. Поэтому, когда мы с вами видим радугу на небе, мы должны с вами вспоминать о временах Ноя и что это завет, это обещание Божие, что на земле никогда не будет потопа. Вот тема нашего сегодняшнего занятия, тема всемирного потопа. Я думаю, что вы с вами все-таки поняли, да, смысл потопа, почему он произошел и к чему пришло человечество после окончания этого потопа. Смысл в том, что было обновление религии. Тема нашего занятия сегодня, в общем-то, исчерпана. Сейчас я отвечу на вопросы, которые были. Я сейчас вам укажу, посмотрите, обратите внимание, на верхней строчке адрес электронной почты, на которую вы можете прислать вопросы. Те вопросы, на которые я потом отвечаю на этих вебинарах. Если у вас такая возможность есть, задавать вопросы на электронный адрес мой. Буду очень рада ответить. И интересные вопросы я потом, как вы видите, я беру их для ответа здесь уже на вебинаре, вот в таком формате, чтобы люди тоже слышали ответы на вопросы, которые были действительно очень интересные. Итак, вопрос, который остался с прошлого занятия, его задавала Ольга. Сегодня я не вижу ее. Она задавала вопрос, почему родовые грехи влияют на потомков. Вот такой был вопрос у меня, который я не увидела сразу. Значит, что нам необходимо с вами понимать, что родовые грехи, они влияют на потомков каким образом? Во-первых, прежде всего, это предрасположенность к совершению таких же грехов. Вот первое, что предрасположенность. Как вот вы знаете наверняка, что есть у детей алкоголиков предрасположенность к винопитию. Также есть и предрасположенность к совершению грехов у потомков грешных людей. Те, которые умерли без покаяния, совершив какой-либо смертный грех. Как пример, ну, например, если мы говорим, допустим, в роду был блудник, у потомков, во-первых, предрасположенность к совершению этого греха, предрасположенность такая, плюс, что может быть с ним до момента крещения, потому что в таинстве крещения эти грехи все смываются водами крещения. Допустим, был блудник. У потомков могут складываться ситуации, которые для них неприятны, например, у блудника, у потомка блудника может быть такая ситуация, в которой их обманывают, их предают. Если, допустим, в роду был вор, самая распространенная ситуация, когда работа, работа, денег нет, или же там украли, сгорело, подставили, обманули как-то. И плюс предрасположенность предрасположенность к воровству. Вот что, влияние какое. Родовые грехи, они прощаются человеку, прощаются полностью в таинстве крещения, омываются водами крещения, и человеческая жизнь начинается сразу с белого листа. Все сначала, никаких уже не будет предрасположенностей, и все, человек уже сам ответственен за свою жизнь. Если вопрос возникает о том, когда крестить ребенка, пораньше или попозже, когда в осознанном возрасте, такие вопросы возникают, к сожалению, мы должны с вами понимать, что крестить необходимо ребенка как можно чаще, чтобы не было никаких влияний, в том числе и родовых грехов. Ребенка крестить нужно почаще, для того, чтобы благодать Божья была на нем, для того, чтобы он мог причащаться, то есть участвовать в тех таинствах, которые установил Господь в Церкви Христовой. Благодать человеку подается через таинство, необходимо нам все-таки делать все возможное, для того, чтобы наш ребеночек, или крестный наш, все-таки, допустим, ребенок, которого хотят покрестить, нужно сделать это быстрее, чтобы он не лишился благодати, которая необходима, особенно ребенку, когда он растет, чтобы он укреплялся, и не только физически, но еще и духовно. Следующий вопрос. Как Христос искупил грех Адама и Евы? Христос действительно искупил грех Адама и Евы, и Иисуса Христа называют еще новым Адамом. Почему? Во-первых, когда Иисус Христос распинался на кресте, по преданию, на горе Голгофа это было, вот под крестом находился гроб Адама, в котором он был похоронен, и кровью Христа омылись его кости, и Он, Иисус Христос, омыл грех Адама своим отвержением сатаны. Ева, что касается Евы, то вспомню тот момент новозаветный, когда Иисус Христос после своего крещения пошел пуститься в пустыню, он пустился 40 дней, 40 ночей, когда он взалкал, и сатана это увидел, подошел к ним, начал его искушать, и он ему говорил, а зачем тебе голодать, если ты Сын Божий? Сделай эти камни хлебами и насытишься. И Господь ответил ему такими словами, что не хлебом единым, жив человек, а всяким словом, исходящим из уст Божьих, и этим самым он искупил грех Евы, которая согласилась вкусить плод запретный, который дал Господь, она взяла это плод и вкусила. То есть Господь искупает таким образом грех и Евы, и Адама, и Евы. Поэтому мы говорим о том, что Господь искупил грех не только Адама, и Евы, всего человечества, в том числе и Адама, и Евы. Он искупил грех, поэтому мы сейчас с вами уже не можем говорить, что нам с вами необходимо искупить свои грехи, в которых мы загрешили. Наша задача теперь искренне, сердечно раскаяться. Следующий вопрос. Что значит сердечная молитва? Сердечная молитва — это молитва, которая исходит от нашего сердца, из самого сердца. Это та молитва, которую называют самой сильной. Это молитва самая сильная. Молитва, человек молится сердцем, он от всего сердца обращается к Господу, но это сердце обязательно должно быть чистым. Чисто сердце, созижди во мне Господи, и дух права обновил его трубы моей. Господь нам говорит, что чистое сердце Бога узрят. Вот мы можем с вами сравнить, чтобы более понятно было, сердечную молитву с молитвой материнской. Материнская молитва, ее тоже называют самой сильной, которую может со дна моря достать. Почему? Потому что мать молится сердцем. Она понимает, кто она такая, она понимает, к кому она обращается. Она обращается с любовью, с сокрушенным сердцем к Господу о своем ребенке, отчаянице своем. Как мать молится о своем болящем ребеночке? Как она просит у Господа? Она просит его всем сердцем, всей своей сущностью, всей мощи своей материнской любви. Она просит Господа, чтобы он по мухе. И Господь слышит, Господь отвечает. Поэтому мы говорим с вами о сердечной молитве, о том, что это молитва та, которая исходит из нашего сердца. И это не вычитывание молитв, прежде всего. Не вычитывание, не зачитывание, не отчитывание, не количественное вычитывание молитв. Это сердечная молитва, та, которая идет от нашего сердца к Господу, от сердца к сердцу. Господь не лицеприятствует, Он смотрит в наши сердца. Поэтому, если мы молимся сердцем от всей своей силы, своей молитвы, Духа своего, обращаемся к Господу, то, конечно, эта молитва всегда будет услышана. Вот почему сердечная молитва самая сильная, материнская молитва самая сильная, потому что она исходит от сердца, любящего сердца прежде всего. Любящего сердца, потому что Господь — любовь, Он видит наше состояние сердечное, видит то, что в нашем сердце находится, то, что нам мешает. И поэтому, когда мы с вами молимся, нам еще читаем, молимся вечерними молитвами, молитвами утренними, нам необходимо с вами обращать внимание на свое сердечное расположение. Важно обращать внимание, потому что если мы просто вычитываем бездумно, мы с вами никакой помощи Божьей не получаем. Если мы хотим, чтобы наша молитва была услышана Господом, принесла пользу душе нашей, нам необходимо с вами все-таки эту молитвочку обращать к Господу и разумно, с разумом ее читать. Все, что находится в нашем сердце, это те параметры, по которым судит нас Господь. Он видит наше, Он не смотрит на наши лица, Он смотрит на наши сердца. Что внутри нашего сердца? Ведь мы можем с вами выглядеть благовидно внешне, а в сердце зло, в змеи. А может быть наоборот. Человек выглядит, как нам внешне кажется, да? Человек может злой там выглядит, или как-то там хмурый, пасмурный какой-то такой, а у него внутри Любовь. Вот сердечная молитва — это сердечное расположение к Господу и к тому, что мы просим, и что мы понимаем, кто мы, что мы. Поэтому сердечная молитва самая сильная, наравне с материнской молитвой. Следующий вопрос. Все грехи назвать невозможно на исповеди. Что же происходит с неназванными грехами? Действительно, грехи все назвать, конечно, очень сложно человеку на исповеди, потому что и наш ум скудный, в общем-то. И бывают такие моменты, которые мы, допустим, мелкие такие, вот наши перегрешения, которых мы можем даже забыть просто на исповеди те, и забыть. То есть вряд ли кто-то каждый день делает запись, как положено, конечно, запись своих грехов, мелкие, те, которые мы совершили там словом, делом, мыслью. То есть вот за время нашего дня бывает мы столько вот и согрешим, столько грехов, которые мы даже не считаем грехами. Сложно нам, конечно, все это упомянуть, но вопрос о том, куда же деваются эти неназвенные грехи, конечно, этот вопрос, который интересовал очень многих людей. Вот такой пример, как вот однажды была лекция в московской духовной семинарии, и митрополит Эларион Алфеев, он на вот такой вопрос, который задавали ему студенты, он выразил такую мысль свою, что на исповеди кающимся прощаются все его грехи, и те, которые называет человек, и те, которые он не называет. Вот с такой мыслью, в принципе, согласились все, приняли это как знание для себя студенты, но среди слушателей нашелся один человек, который подошел и говорит, вы знаете, это не так, не может такого быть, чтобы Господь прощал все его грехи. И он говорит, я вам докажу это, докажу, дайте мне вот время, я изучу литературу соответствующую, святоотеческое наследие, и я вам докажу, что невозможно, чтобы Господь прощал все грехи. И этот человек работал полгода, полгода работал в библиотеках, он там советовался, там со священниками, учитывал, там что-то искал и в библиотеках, и в электронных библиотеках. И все-таки вот приходит он к митрополиту Илариону, и вот он ему говорит, знаете, батюшка, вы были правы, прощаются все грехи. Поэтому мы можем с вами сказать, что грехи, те, которые мы называем, и те грехи, которые мы не называем, они прощаются полностью все. Самое главное наше сердечное расположение, опять-таки, и желание избавиться от всех грехов. Чтобы не было такого хитрого утаивания грехов, необходимо грехи называть все. Все, что мы можем вспомнить своим разумом, своим человеческим разумом, и вот то, что мы должны делать для Господа на все 100%. Не нужно придумывать что-то, не нужно как-то выдумывать, нужно исповедоваться вот то, как есть. И если мы с вами сердечно, от всего сердца каемся, то Господь прощает наши все грехи. Вот как тоже подтверждение этой мысли митрополита Илариона. Вот тоже, вот давайте я вам зачитаю слова священника, который обращается, молитва, которую он читает над главой человека. После его исповеди, когда мы наклоняемся на исповедь, он кладет сверху эпитрахиль и читает слова. Вот давайте послушайте эти слова, что он говорит. Он говорит, Господь и Бог наш Иисус Христос, благодатью и щедротами своего человеколюбия, да простит тебе, чадо, все твои грехи. И аз недостойный Ирей, властью его мне данною, прощаю и разрешаю тебя от всех твоих грехов. Понимаете, да, то есть мы с вами должны понимать, что на исповеди прощаются человеку все его грехи, с которыми он приходит на покаяние. Все грехи, которые он пришел, со всеми грехами, с которыми человек пришел и назвал то, что он может назвать своим человеческим умом, Господь все прощает. Но самое главное, что это было искренне, от всего сердца, желание справиться и желание уже жить, конечно, с Богом. И если мы с вами как-то повторяем какие-то грехи, пожалуйста, не смущайтесь от этого. Бывают такие грехи, которые укореняются в сердце, укореняются, и от них необходимо избавляться, возможно, нескольким даже покаянием, может быть, даже множественным покаянием. И тут Господь смотрит на наше стремление избавиться от греха, именно стремление, потому что бывает, что человек кается, ну, кается, сам думает, ну, я еще там согрешу, а потом я покаюсь. Или бывает даже грешит с надеждой, что покается. Тоже такое сердечное расположение, которое знает Господь, знает наши мысли, все чувства, все наши желания, поэтому утаивать от Господа ничего не нужно. Вот необходимо признать в таком случае свою немощь, признать и принять себя таким человеком, каким мы есть на самом деле. Это вот та нищета духовная, о которой нам говорит Господь, и говорит, что блаженные нищие духом. Когда мы с вами осознаем себя грешными людьми, осознаем свою слабость, осознаем свои недостатки и принимаем себя такими, какие мы есть на самом деле. И вот с этой немощью обращаемся к Господу за помощью, просим у Господа помощи, которая, конечно, всегда придет и поможет. В этом сомневаться ни в коем случае нельзя, потому что Господь Любовь, Он желает нашего спасения, покаяния, и каждому дает то вразумление, которое человек может принять и понять. У каждого человека, возможно, свои искушения, свои ситуации, то есть уроки, те жизненные, которые мы проходим, они касаются только нас с вами. У каждого человека своя собственная жизнь, своя собственная история, свои собственные взаимоотношения, отношения с Господом. Самое главное, что мы должны понимать, что Господь желает нашего соработничества, то есть мы сами без Него не можем ничего, а Господь желает нам помочь, и Он руку протягивает всегда. Поэтому те слова, которые сказаны об отношении Господа к человеку, чтобы я прихожу и тихо стучу ваши сердца, и жду, когда вы откроете, это касается нашего соизволения с Господом вместе быть, жить в соработничестве и спасать свою драгоценную душу, которая важна для Господа, ценна для Господа, и помнить те слова, которые Господь сказал, что в раю больше радости об одном покаявшемся грешнике, чем о 99 праведниках. Дорогие мои, занятие наше подошло к концу. Что касается вопросов, пожалуйста, запишите электронный адрес, и я жду ваших вопросов. На следующем занятии мы поговорим с вами на тему Авраама, который, это первый патриарх, о том, почему его называют отцом верующих и историю Авраама. Поговорим, конечно, еще о моменте Вавилонского столпотворения, появлении язычества и о самом Аврааме. Какие-то вопросы, если есть, пожалуйста, я жду. Ангела-хранителя, всего вам доброго, до следующей встречи. Здравствуйте, я Игорь Анатолий Слободчиков, насыщитель храма святителя Николая Чудотворца, село Плесы. Приглашаю вас на молитву соглашения, которая проходит в нашем храме. Мы читаем Акафис Николаю Чудотворцу. Николай Чудотворец является поистине самым почитаемым святым у нас на Руси. Поэтому присоединяйтесь к молитве вместе с ним, ко Господу нашему Иисусу Христу. До встречи на молитве. Всего доброго.